И хотел бы напомнить об очень важном таком моменте, чтобы наше пребывание в эти дни, суровые дни, суровые испытания наших братьев в Палестине не превратились тоже вот в такое наше беспечное обсуждение. Я хочу всем напомнить и делать дуазы наших братьев. Они очень тяжелые времена сейчас проживают, и пока мы здесь обсуждаем вопросы, какие бы они ни были, наши братья, сестры, наши маленькие братики и сестрички подвергаются очень большим испытаниям. И пока мы здесь сидели, несколько человек уже было убито. Каждую минуту, каждый час там гибнут люди. У всех вопросы, что делать с этой несправедливостью, как нам быть с этой несправедливостью, возникают у людей, возникает вплоть до депрессии, от беспомощности, от незнания вообще, как повлиять на эту ситуацию. Но мы, в первую очередь, уповаем на Аллаха, просим Аллаха, избавить от этих бед, от этого нашествия, от этих убийц, наших братьев и сестер в Газе, в первую очередь. Пока не забываем делать дуа за всех наших братьев, притесненных и сестер. Пусть Аллах примет павших, погибших у себя в райских стадах и наделить терпением тех, кто живы и поистине те, кто живы, оживили для нас, наверное, историю. То, что мы читали в книжках, примеры стойкости, примеры упования на Аллаха, примеры стойкости перед проблемами, перед смертью, перед голодом, перед холодом. Это очень поразительно, то, что мы видим. И хочу посоветовать всем не проходить мимо этих уроков, думать, думать о том, что мы видим. Это на самом деле оживленные страницы истории, которые нам в какое-то время уже кажутся теорией. На самом деле, мы проживаем сейчас очень интересные в этом смысле времена. стойкости и стойкости